Доступность общественного транспорта Вологды проверили координатор проекта «Единая страна», «Доступная среда», депутат Вологодской городской думы Максим Выдоров и представители ПТП-1. Помочь маломобильному пассажиру в посадке и высадке – обязанность водителя. Он должен опустить пандус аппарель, а затем помочь заехать в автобус. На автобусе номер 19 комиссия проехала от драмтеатра до судоремонтной. Водитель вновь помог выехать пассажиру. Затем решили поехать в обратном направлении на маршруте номер 6. На первом пришедшем автобусе пандус аппарель оказался негодным. Во время проверок бывают, выявляются какие-то неисправности в работе оборудования. Сегодня на автобус будет подана заявка на ремонт аппарель и в ночное время он будет произведен. К сожалению, вот это оборудование находится постоянно в агрессивной среде и, несмотря даже на все проводимые нами проверки, бывает выход из строя. Но меры по ним принимаются оперативно. К следующему транспортному средству нареканий не было. В ходе рейда комиссия также проверила, в каком состоянии находятся подходы к остановочным комплексам и удобство мест ожидания для пассажиров. Проверка доступности общественного транспорта в областной столице проходит 2-3 раза в год в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда». В работе принимают участие общественники, перевозчики и городские власти. На каждый автобус составлен паспорт доступности для инвалидов всех категорий. С транспортными предприятиями города Вологды мы работаем достаточно давно по проблеме посадки маломобильных граждан. В городе было принято решение о том, что, наверное, это должен все-таки быть водитель автобуса, который откинет аппарель и поможет человеку заехать. И мы это сделали. Город Вологда стал первым муниципалитетом вообще в стране, который вменил в обязанность водителю помогать маломобильному пассажиру заехать в автобус. Работа по обеспечению общественного транспорта специальным оборудованием продолжается. Предприятие ПТП-1, например, в этом году на центральных дверях автобусов установило кнопки для вызова водителя со шрифтом Брайля. Мы регулярно работаем по доступности нашего транспорта для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, мы постоянно проводим работу с водителями, которые тоже должны знать свои действия. Кроме того, проводим постоянную работу по нанесению контрастных полос на порогах автобусов. На автобусах на всех размещены соответствующие наклейки, где расположены места для пассажиров с ограниченными возможностями. В настоящее время транспортное предприятие также меняет автобусы с высоким полом, не предназначенные для перевозки пассажиров с ОВЗ, на низкопольные. Сейчас из 120 машин 110 соответствуют требованиям доступности.